Нина Ивановна, я вот тут была у полиции Мака, она нам рассказывала, как в неё квартире начинался весь ваш фильм, как туда все приехали. А я у Маши не была в квартире. Она говорит, что режиссёр поезжала. А, режиссёр, да, наверное, да. А, да? Да, да, наверное, наверное. А я у Маши не была в квартире. Вот так это всё. Мы ознакомились уже сразу на съёмочной площадке. Ну, я Машу знала, конечно, по театру. Я видела её, ну, там, спектакль, она же очаровательная артистка. Она просто так жалко, что её так мало снимают. Она была такая просто невероятная, удивительная. А в театре какая она? Вы видели её в театре? Потрясающе просто, потрясающе. И какой человек, да, прелестный. Вот, и, вы знаете, одно от другого не отделяется, конечно. Профессия как-то, наверное, хороший артист, это как-то даёт какой-то отпечаток на характер. Мне так кажется. Ну, может быть. Но есть среди нехороших артистов поганые люди, я тоже знаю. И мерзкие. Фу, не хочу даже говорить. Настроение портится. Вот, ну, а вот у Маши хорошее срияние. Вот. И Сенечкой очень. Сене очень жалко. Ну, да ладно. Про вас говорила сегодня. Какая вы хорошая. Какие с вами хорошие работы, если какое-то было счастье. И без конца говорим только про вас, а не про себя. Не знаю. Нет, у нас такой хороший был, мы так дружили с ней на съёмочной площадке. Это правда, что мы так подружились. И действительно, она даже в этой, как его, в ней съёмочной площадке называла меня доченькой. Я же там играю её доченькой. А какая я и доченька. Она такая же по возрасту, такая, как и я. Но она называла меня доченькой. Нет, очень здорово там были. Было очень здорово. Правда, мы там траванулись все, в Бердичье. Там так варят, такой борщ на таком жиру, очень сильно жирное. И мы-то с Машкой так траванулись, что мы три дня не ели ничего. Потом Маша что-то такое, потом творог начала покупать. Потом ходила на рынок, покупала зеленушки себе. А я при ней так, как левала. Не, ну и вообще такая, ну город такой симпатичный, еврейский такой город, городишко. Это же родина этого автора. Мы видели даже этот домик. Вот. Где он жил. Так он сохранился, слава богу. Но никакого рельефа нет, не написано ничего, не отмечено никак. Это, ну это вот русское хамство, как всегда. Знаете, ну хотя евреи обычно чтут своих, так сказать, славных людей. А там как-то... Ну я думаю, может быть, они увидят эту передачу. Может, они что-нибудь подумают. Вот она повесит какую-нибудь маленькую дощечку из мрамора. Что здесь жил такой-то прекрасный писатель. Он же замечательный писатель. Да. Вот. Вот такая вот ситуация. Что еще вы хотели? А скажите, пожалуйста, вот эта же караотина поставлена Ады ученицей Кирео Георгией? Она не... Кирео Георгией сказала, что я вообще никогда не считаю Аду своей ученицей. Я никого не считаю своим учеником. Она очень против этого. Я как-то тоже у нее спросила, Ада, ты как-то курируешь? Или как-то так патронируешь, что ли? Она говорит, нет, я к ней, конечно, я считаю, что она очень достойна, так сказать, и как она каким путем она шла в режиссуру, что это, так сказать, очень уважительно, вызывает невероятное почтение и уважение. Вот, что она пробивала свою в этот путь замечательно просто. И поэтому Кира как бы к ней благоволит, но она ни в коем случае не считает ее своей ученицей. Она заканчивала где-то в Германии курсы. Какие-то или курсы, или, я не знаю, там, это курсы у них называются, или у нас это курсы называются, высшережиссерские. У них, я не знаю, как это называется. Ну, в общем, они там, она там заканчивала. А Кири, она приехала, и она у нее работала просто, по-моему, Кира ее взяла. Ну, как бы, она смотрела, как на практику, наверное. Там она бегала, наверное, ну, как, куда ее пошлют. Но Ада все впитывала. Аж очень талантливая девочка оказалась, безумно талантливая. И очень удивительная какая-то... При ее битакой внешней беззащитности, вот когда с ней говоришь, такое ощущение, что она абсолютно беззащитна. Но это очень обманчиво. Это очень обманчиво, потому что у нее очень железный характер. А вот так вот она такая вся нежная, такая вся... Ей нельзя нагрубить. Я как-то с ней схлестнулась, а потом сама даже заплакала. У меня характер поганенький. Вот. А у нее... А потом я сама думаю, кому я ребенку какому-то несчастному, какому-то... Ой, боже мой. И так сама переживала. А Ада все спокойно сказала. Нина Ивановна, вы меня совсем не нагрубили. Мне так приятно. Все, что вы говорили. У нее железный характер. Потрясающе просто. А я думаю, молодец. Я люблю таких людей очень. Нина Ивановна, а тебя Георгиевна не являла к тому, что вот все не любили... Это она всех предложила. Она всех Каги предложила. Она предложила Машу. Она предложила меня. Она предложила... Вот, который приходит там человек-чиновник. Да. Это Баширова она предлагала. Но Баширов что-то не смог. Он был связан с другой картиной. Не смог бы... Поэтому вот этот вот замечательный... Как его... Ну, фамилию... Ну, забыл ли фамилию тоже? Ой, ну... Вставьте, да. Замечательный просто вот этот артист. И вы даже, может быть, и... Кто его знает, кто лучше бы сыграл. Потому что он настолько на своем месте. Вот, ленинградский актер, замечательный. Он неоднократно у Кира снимается. Она его очень любит. И везде она его снимает. Вот. И она всех предложила. Всех. Непомнящий... Нет, не непомнящий. Там матрусика играет. Как же... Ой, прекрасный артист тоже. Вот. Нет, не помню. Как его... По-украински как-то звучит фамилия. Ну, не помню. Тоже нет. Не знаю. По-украински. Да, чисто украинская. Вот его тоже Кира... Она всех сунула своих тут. То есть она... Не несу, ну, а как бы. А одна сказала, что... А, да, если вы хотите снимать кино, и если вы хотите хорошее снимать кино, вот эти артисты, я считаю, что они вам очень помогут. И, наверное, она была права. Я думаю, что мы... По крайней мере, мы старались не подвести ее. По крайней мере. Но не знаю, как получилось. Я кино не видела, только озвучание само. Если оно получилось, я вообще счастлива, что вообще его выдвинули на такой великий фестиваль, как московский, потрясающий. Это подарок такой замечательный. Очень-очень хороший. У вас там потрясающий дуэт. Это просто даже невозможно. Такой фантастический абсолютно. А вы смотрели, да? Ну, вам понравилось? Безумно. Правда? Безумно понравилось. Ой, ну я так рада. Потому что я сама не видела. Я только видела озвучание. А потом пока... А пока эта картина соберется, там же надо и музыку, и все. Притом она долго монтировалась очень. К ней очень много придирок было. Что-то вот это надо убрать, как всегда. Это же еще Украина. Но украинские деньги, они там чего-то начали выпендриваться, эти украинцы. Чего? Я сама хохлушка. Но я их не понимаю иногда. Я там родилась. Я там воспитывалась очень долго. Я там даже два года закончила институт харьковский. По театральной. Но потом перешла сюда, в Москву. А я просто удивляюсь. Народ как будто сдурел. Другие люди были. Когда я там жила, были другие люди. А сейчас что с ними сделали? Я не знаю, что мне так жалко. И они какие-то стали агрессивные все. Никогда украинцы не были такими, ангрусиями, агрессивными. По крайней мере, когда я там жила. Никогда не были. Они такие были жалостливые. И всегда, так сказать, никогда узнают, что там, вот я сиротат, всех пытались прикормить, вообще как-то что-то сунуть, что-то какую-то хустыночку даты. Я каиси шарфичек там, чей-чей пырыжок в карманчик. А сейчас нет. Сейчас такие жадные. Ой, при мне, мерзкие просто. Не знаю. Может, не все, но ощущение, что какая-то, что-то как будто изглазили. Я не знаю. Что-то такое. Не то. Не то, что я знаю. Какую я знаю Украину. Знала. Сейчас это другая. А сколько лет вы там ездили? Да я туда отмечаю наездами. Одесса же считается украинским городом. Но я вообще не считаю, что это украинский город. Совсем никакой не город. Это анклав. Вообще, между всеми городами этот город отдельно стоит. Среди всех городов мира Одесса стоит отдельно абсолютно. Вот. Недаром там Кир живет. Ты же только в этом городе можешь жить такой гений. Ну вот. У нее удивительный дом. Мы много раз были у нее. Да. Огромный. Кричать можно. В рупор. Высокие потолки. Шикарно. Инна Ивановна, а вы даёшьте следующее? Поддерживаете контакт? Да, я с ней дружу. Я не знаю, как она со мной, но я с ней дружу. Может быть, она не считает, что я ее подружу. А я считаю ее своей подругой. В общем, такой. Очень давнишней. И я очень давно ее знаю. То есть, я давно ее дружу. Инна Ивановна, у вас, по-моему, вам все-таки очень хорошо ваша судьба с режиссерами. Ой, да, мне так повезло. Мне так повезло. Ну, просто это я, господи, я так благодарна ему. Я каждый раз молю и говорю, господи, спасибо тебе, что ты мне такие подарки даришь. Просто подарки. Это потрясающе. Я, правда, ничего на них не зарабатываю, к сожалению. Я не построю ничего на их деньги. Потому что у Киры сниматься за деньги глупо. Вообще там ничего не платят. Ну, это ерунда. Одно ощущение, что ты причастен к чему-то. И что они выбрали тебя, эти люди. Потрясающе. Она даже в последний, я же уговорила у Киры сниматься. Это махонький эпизод, где Горинаточка сыграла вот со ступкой. Вот это два в одном. У меня там исчезающий совершенно. Но это я сама, сама Киру попросила. Попросила. Я говорю, Кир, ну, я сыграю у тебя какой-нибудь эпизод. Ну, там нету для тебя роли, сказала Кир. Ну, что я говорю, я в чем-нибудь сыграю. Я сыграла. Ну, Нина, тебе ничего не заплатят. Я говорю, ну, меня довезут. И пусть привезут и отвезут. Пусть не платят. Ну, че ж дело. Это не так важно. А у Киры, ничего у вас нет в этом новом? Нет, нет. Он мне позвонил. Он звонил мне, когда начинал, говорит, Нинука. Он так почему-то меня Нинука называет. Или Нинуша. Нет, Нинуша. Нинуша говорит, прости, но ты сту-ту-ту для тебя. Говорит, Роли. Я выпалю. Я говорю, почему? Ну, нет. Мы думали со Светкой, говорит, а ничего не придумали. Наверное, нет. А что предлагает сейчас Нина Ивановна? Посылает же вам стена. Вы знаете, чтобы так уж... Сейчас я вот еду, сегодня еду в Ярославль. Ну, там один съемочный день. Просто эпизодик сыграть. Ну, там, я не знаю, режиссер, который сама позвонила мне и очень-очень просила. Просто сказала, что я так хочу с вас снять, что если вы согласитесь, один съемочный день. Но она так меня просила, что я не соизволила ей отказать. Поэтому сейчас сегодня еду в Ярославль, снимусь один день. Вот, съемочный. Ну, когда люди просят, особенно когда друзья просят, им нельзя отказать. И там и роли-то, может быть, и нету. Но думаешь, а может, что-нибудь сделаю, может быть, может, как-то помогу чем-то или не опозорюсь. Обозорюсь. Друзья все-таки, знаете. Хотя это вот Таня, которая режиссер, вот эта, которая, куда я еду, я ее не знаю. Я с ней не встречалась. А она очень просила. А я отказать не могу. Вот. Хотя это мне ни к чему. Нина Ивановна, какой вы из своих работ больше всего как-то, ну, она вам ближе всем? Может быть, вы пересматриваете что-то? из тех фильмов, в которых вы снимаете? Сами что больше всего любите? Я все люблю свое, конечно, и ненавижу одновременно. Потому что я, когда через какой-то промежуток времени я смотрю и думаю, боже, какое, как несовершенно. Что можно было, может быть, вот здесь, вот и сыграть лучше вот здесь, вот потоньше там. Но из всех, вот как ни странно, мне так нравится Кирин фильм «Познавая белый свет». Он как-то в такой стороне стоит от Кирина вообще творчество. Мне кажется, что это совсем даже, как бы и не ее картина. Там нету вот, вот той Киры, которую мы знаем. Ну, и, конечно, короткие встречи, которые первые. Это была вообще моя первая работа, тем более вот такого режиссера, во-первых, первый раз. Я, естественно, что такое кино. Я поняла, что это ужасно. И у меня была истерика. Я долго не снималась, потому что я отказывалась, потому что я, когда увидела себя на экране, я так... Ой, это было ужасно. Кошмар. Там такая красивая. А? Там очень красивая. Нет, это было что-то страшное. Я сбежала, Кира меня искала. Ну, в общем, я ужасно расстроилась. Потом долго не снималась, потому что я считала, что я вообще... Ну, на это смотреть нельзя, в общем, короче говоря. Так, что это просто позор. Нельзя снять. А потом как-то мне Кира уговорилась, сказала, что мне такая вот и нужна. Потом потихоньку я как-то начала привыкать к себе на экране. Но я не совсем к себе привыкла. А вот, познавая белый свет, там не ума во мне дело. Там дело в какой-то атмосфере. Там есть какая-то мелодия фильма, какой-то запах фильма, мне так кажется. Он какой-то потрясающий, мне кажется. Там красный. Там что-то, я не знаю, что-то там произошло. Мне кажется, что-то там очень хорошее есть. Вот. И Наташа любила. Вы с ней не поддерживаетесь? Нет, нет. Она уехала в Америку, потом вроде бы как вернулась. И мы с Кирой ее искали, потому что Кира... Она ей позвонила, и Кира хотела где-то ее найти. Видимо, были планы на Наташу. Вот, как что-то. И она даже позвонила мне в Москву, сказала, вот такой телефон, вроде бы вот там должна быть. Я пыталась найти ее, но безуспешно, абсолютно, потому что... Кира сказала, что она ушла в монастырь, а там, наверное, это глухо. Я бы... Если она ушла в монастырь, значит, она уже не Наташа, а какая-то святая Евграфия, может быть, или Аграфена. Вот. И поэтому уже ее... Если она сама только не проявится, да найти ее практически, по-моему, это трудно. Он будет... Ну, не знаю. Кто его знает. Может, сама проявится, может быть. Кто его знает. В этой картине было вот по атмосфере все-таки вот такое что-то близкое у реки? То, что вы появились ощущать на съемках у Киры? Да, 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 да. И мне не было... Мне не было дискомфортно, мне было комфортно. Мне было очень комфортно в этой картине. То ли благодаря вот этой Аде, которая могла вот какой-то... все-таки какую-то атмосферу в группе создать. Ее очень группе полюбили, вы знаете. И это очень важно, потому что люди в группе собранные со всех. Это сброд все-таки, как бы там ни было, но все-таки сброд. Пусть допростят меня все кинематографисты, в общем. Но группа собирается, так сказать, знаете, из разных же. Вот этот... Но этот сброд ее полюбил, и уважал Лев очень ее. Поэтому вот она какую-то атмосферу, видимо, создала. И какая-то вот была там такая вот атмосфера, куда захотелось войти. Вот когда ты знаешь, что в эту комнату очень... Когда ты зайдешь, будет прохладно, вот, не будет душно, у тебя не потечет пот. Как-то очень хорошо, как-то очень приятно было. Это хорошо было, да. Нет, у меня не осталось... Я, правда, там единственное, что я потеряла, там кольцо свое, старинное кольцо у меня было с такими бриллиантиками и изумрудиком, и там я потеряла. Вот, наверное, я очень переживала по этому поводу, а потом забыла. Ну, потеряла, потеряла, значит, и будет такой... Значит, срок пришел. А вы вообще спокойно ведь относитесь ко всему материалу? Да, да. У меня... Я долго не страдаю, я не переживаю долго. Ну, нет так нет, ну, есть так есть. Хорошо, когда есть. Плохо, когда нет. Ну, не так уж и смертельно, ну, подумаешь. Ну, нет, что же делать. А вы спокойно относитесь к тому периоду, если был такой период, что нет работы, или вы... Ой, я очень нервничаю, когда нет работы. Ой, я так нервничаю. Может быть, из-за этого я и вот соглашаюсь на всякие эпизодики, чтобы быть в работе. Потому что... Ну, это очень мерзко, когда без работы. Очень мерзко. Ощущение такое... Ненужности, непрекаянности, такое... Нет, плохо, плохо, когда без работы. Хорошо, когда работаю. Хорошо. Ну... Хорошо. 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 Хорошо.